Итак, всем привет, с вами Undead. Сегодня такой небольшой обзор на мод Wargames. Давайте начнем с плюсов. Не будем сразу же бомбить, потому что бомбить есть на что, но хочется быть все-таки объективными, да? Значит, первый плюс — это, очевидно, новизна. То есть все локации, весь сюжет, все персонажи, все написаны по-новому, сделаны по-новому. Да, где-то это заимствование скинов из оригинального Bloodlines, где-то локации были, ну, прям, видно, сшиты из старых локаций, но я считаю, что это неплохо. Это, я допускаю, например, для создания новизны использовать какие-то старые наработки. Почему нет? Многие персонажи были озвучены. Да, где-то это Google Переводчик, но я считаю, что все-таки Google Переводчик — это лучше, чем ничего. Все-таки приятно слышать хотя бы и немножко роботизированный голос, который зачитывает те строчки, которые, ну, нужно читать самому обычно. И знаете, сюжет этого мода довольно-таки неплох, потому что в нем нам дают возможность действительно спасти мир, так как мы здесь пытаемся сорвать планы нацистов по созданию ядерного оружия. И все это обставлено более-менее неплохо, то есть сюжетом интересно наблюдать, игру интересно проходить, учитывая то, что в ней также есть сайд-квесты, которые, правда, не особо блещут каким-то разнообразием и новизной, но они присутствуют, наполняют игру контентом и вносят какой-никакой фан. Также по прохождению сюжета мы сможем встретить разных персонажей из Bloodlines, например, таких как Лакруа, Пиша, Беккет, что определенно радует, так как это не выписывается из канона, так как это все-таки вампиры, они живут по 300-500 тысяч и больше лет, поэтому такие встречи действительно были приятными. Особенно было интересно наблюдать за Лакруа, за его характером, так как здесь он еще не настолько заносчив, насколько он представлен нам в Bloodlines, так как он немножко более молод, все-таки немножко меньше у него паранойи, связанной с возрастом, и с ним действительно интересно взаимодействовать. И знаете, уже на данном этапе я готов был бы поставить этому моду действительно 10 из 10, потому что в плане новизны, в плане необычности, интересности сюжета, проработки, пусть и не идеальной, но видно, что игру сделали с душой, ну точнее мод, да, и все это действительно греет душу и оставляет о моде положительные эмоции. Но есть одно большое, просто громадное но. Это ебучая оптимизация, уж извините за выражение, но действительно этот мод оптимизирован как минимум под 10 Windows, на который я в него и играл, он оптимизирован хреново от слова никак. Первая половина игры еще более-менее терпима, и там я даже не обращал внимания на какие-то вылеты, на какие-то небольшие подлагивания, на баги. Например, в музее с лувром мне приходилось ходить крабиком, чтобы игра не вылетала при повороте камеры на определенный угол. Но это все как-то казалось мне просто исключениями из правила, да, а правило было тем, что игра работала в большинстве случаев стабильно, и играть было одно удовольствие. Но после первой половины игры с игрой начинает происходить какой-то лютый кошмар. Постоянные вылетания, постоянные просадки FPS, причем они не то что просаживаются там, ну на 10-15, что в принципе терпимо, они просаживаются до 10 кадров, серьезно. У нас даже на стриме была шутка про то, что, ну, игра это действительно, этот мод можно назвать 6 кадров, потому что, ну, блядь, там реально было 6 кадров, и в это было просто невозможно играть, особенно учитывая то, что такие просадки могли с вами произойти на битве с боссами, и, ну, блядь, охерительно. Попробуйте-ка поделитесь с боссами, учитывая то, что здесь они немножко бафнутые, то есть урон от ваших обилок, от ваших дисциплин, он по ним немного срезан, хоть и до сих пор остается самым дамажащим. Учитывая то, что я качал именно дисциплины, не качал никаких боевых навыков, думал, что получится мод пройти именно на дисциплинах, так как это работало в оригинальном Bloodline. Но боссов здесь реально нужно травить, хардкорить, и при этом я бы не сказал, что это был бы какой-то минус, если бы, блядь, была нормальная оптимизация, если бы это можно было бы делать с комфортом. А так вас ебут, но это происходит без вазелина, понимаете? Ну, как бы, лично мне такое не нравится. Ну и, собственно, закончилась вся эта Clown Fiesta тем, что уже в последней части игры, чуть ли не перед последним квестом, у меня игра просто намертво вылетала. То есть при выходе с сюжетной локацией я не мог просто пойти в ту сторону, в которую мне нужно было пойти дальше по сюжету, потому что у меня опять произошел баг, где камера начала просто вылетать. И, конечно, я мог как-то там опять ползать крабиком и искать точки, где игра не вылетает, но, извините, у меня просто уже не выдержали нервы, потому что я этим занимался уже на протяжении последних двух стримов, и такое мне не особо понравилось. Собственно, действительно, мод постигла, наверное, судьба Bloodlines в его релизные дни, когда, казалось бы, очень хорошая и проработанная игра просто была непроходима, и многие из-за этого ее дропнули, что и произошло у меня с этим модом. Пришлось досматривать концовку на ютубе, концовка была довольно-таки неплохой, прикольной. То есть за сюжет, за все приятные моменты я готов был поставить этому моду даже реально 10-10 и назвать его, наверное, лучшим модом из всех, даже учитывая, там, мои любимые моды на Bloodlines, Antitribute и Prelude. Но из-за бесконечных багов, из-за бесконечных вылетов, которые настигли меня во второй части игры, из-за невозможности просто закончить данный мод, я ставлю ему оценку 5 из 10, так как в нем действительно есть на что посмотреть, мод оставляет положительные впечатления, если не обращать внимания на вылеты и просадки FPS, но мод определенно нужно доделывать. Возможно, в будущем этот мод пропатчат, пофиксят, и он станет более играбельным, но сейчас это, извините меня, кусок неоптимизированного говна, которая, причем, имеет в самой своей мякотке бриллиант, который действительно нужно вот откапывать за этой кучей говна и надеюсь, что создатель этого мода все-таки его откопает. Дабы мы уже могли без погружения в эту субстанцию осмотреть весь бриллиант со всех сторон, так сказать. На этом на сегодня все, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на группу ВКонтакте, всем пока!